всем большой привет мои дорогие сижу на работе немножко я смотрите начала тоже замечать меня так вот щеки спали и это и вот тут как будто бы даже по кофте я могу пойти судить что она уже как будто так кажется как будто бы меньше размер даже можно было что это подойдет это знаете вот когда я выпустил видео про свою кровь там и мне так понравились комментарии еще не все дочитала это такое впечатление болда как будто бы мы вот женщины сидим все вместе рядышком и делимся своим историей так я представлял сидим например кто чай пьет кто может даже рюмочку водочки выпил сидим расслабились и вспоминаю вот так вот вот такого как будто нас не хватает все равно могут как бы сестрами встретимся поговорим таких вот как сказать бабских посиделок не хватает понимаете ну бабских я не то что как бы с оскорблением а бабские как бы чисто женские такие понимаете такие душевные вот этого как бы не хватает но на следующий год если дай бог все получится едем со светой в россию будем такие посиделки устраивать и это я знаете что хочу это еще немножко продолжить а еще кстати тут подождите мне сейчас надо этом а ухте ну потому что по времени я ждала когда ровно время будет когда я должна отметить что я тут школе это вот жарко не могу этот фен вот вчера забыл на работе кстати дома учился еще про мою сестренку хотел сказать которая оля которая у нас сейчас во флориде живет она тоже не первый муж был это же это же деревня где мой они по моему даже на мои свадьбе познакомились или когда мы муж встречались до свадьбы познакомились но они с одной деревне были и свадьбу делаем и у нас в городе мы жили на пятом этаже тогда и делали у нас ну как обычно бывает например один день у жениха один у невесты и знаете вот что я помню когда свадьба закончилась но гости разошлись и и мы начали дом убирать ну квартиру и вот где жених с невестой сидели в комнате за столом а взади них была батарея и на батарее в самом низу где трубы есть там была петля сделана представлять прямо настоящий ну как смотрится как петля но маленькая такая миниатюрная вот для чего это вот уже какой-то наговор не это а я напугалась у меня маляку что тогда где-то полтора месяца надо было я это сорвала ее эту петлю пошла на балкон вышла сжигала говорил того господи спаси сохрани боже мой тому боялся прямо ну видно что откуда она взялась не был не было свадьб прошла и петля висит когда успели уже сделать еще знаете вспомнил что тоже но затем действительно городские деревенские как бы было это потому что я то училась тоже в училище оно было сельскохозяйственное это в основном принимали из деревень и сел вот так молодежь такой и мы уже городских брали уже на потом как бы если группу набрали и не хватает народу то могли городских брать я училась на этого лаборанта химика и мы тоже мы ходили тоже нос к верху мы городские а это деревенские вот тоже было тогда мы как бы даже по себе помню что мы где деревенских и городских разделяли между собой что мы такие крутые и это а у нас родственница одна была приехали они из казахстана в деревню навестить бабушку с дедушкой у нет бабушка одна была уже дедушки не было кто-то идет good morning Mercedes i'm making video making video do you want to punch in hello my russian friend how are you how is everybody doing oh you know i wish i can talk your language so i can yeah i can say a lot but unfortunately i just speak english and spanish yeah and portuguese oh i can i can i understand a lot of portuguese and i can read that i can i can understand but writing is not that good okay but um over here with my friend living one day at a time we cannot make any plan for the future because we don't know what is going on tomorrow so we live one day at a time and uh you too guys thinking of god all the time and living with his commandment and trying to be trying to be a good person and uh i wish i can have the opportunity one day to go to go to russia and see your beautiful country i am in love with your country for many years i remember since my daughter was a little i we used to watch movie from russia oh really yes the rasputin oh yeah and um yes i wish one day god give me the opportunity to go to russia okay guys have a wonderful god bless you and have a marvelous day bye-bye thank you mercedes i hope i will remember everything you say honestly ну короче сейчас еще помню что мы что-то сказал но как бы она сказал что самый как бы главное вам скажу ну как пожелал вам хорошего дня и знаете что она говорит что она всегда мечтала съездить в россию когда у нее дочка училась в школе и изучала как бы историю все и она много см и говорит что всегда что надеюсь может у меня будет возможность в россию поехать и это и смотрела фильмы и про спутина больше уж как бы не хорошо запомнился и это ну говорит живите как бы с богом чтобы все у вас было хорошо и это ну как бы все такое позитивное ну как бы все такое позитивное а то так целую кучу следующий раз next time you will take a break next time mercedes а ну давайте это а ну начала то я вам рассказывать про это гостью из казахстана а девочки было лет десять наверное и она тоже такая приехал в деревню ну пожила у бабушки потом поехал в город городским родственникам приехала и вот над ней городские родственники начали смеяться что она на о стала говорить ну и вот и потом через какое-то время на говорит рассказывает кашка села на кашка я думала вар так не поняли имею ввиду кошка села на окошко а я думала вор потому что она даже начала там где надо говорить о она начала говорить а чтобы не звучать как это деревенская и чтобы над ней не смеялись пошла у нас усилить секретарша день рождения у меня сейчас обед я потихоньку говорю потому что мой ученик спит тут опять был трудный день так жалко его ну смотрите он показал вот на это это значит боль что-то болит а вот жалко потому что видишь что болит у него а сказать не может представляете как жалко и это вел себя так как никогда себя не вела прям шалко жалко знаете у нас на камере наверно записано у нас камеры и записано как это ну что с ним был хотел вам рассказать болтушку одну вспомнил случай ну ладно потом расскажу я знаете хочу еще вам показать сегодня вечером хочу приготовить такие диетические тако покажу вам рецепт что я прям тут покажу и тоже творожок свой еду домой но с красной от после маски отпустил меня на чате где-то на полтора часа пораньше домой с маленькой отдохну и попробую снять эти на вкус они такие это можно на диете я вам покажу как я делаю должно быть очень вкусно давайте начнем сначала сделаем такие вот для так у как лодочки я так приготовила противень сейчас брызну немножко маслом прям слегка что сыр не прилипал буду использую такой вот это как одна столовая ложка и буду сыр использовать который я вот недавно на днях использовал для тилапии готовила вот так вот прям по ложечке сначала сделаю такие шесть таких кучек и вот теперь вот так постарайся ровненько ровненько чтоб кругленькая прям такая была лепешечка равномерно одинаковым таким как бы равномерным слоем вот так примерно таким вот же образом каждую лепешечку сделаем давайте покажу какой у меня сыр сам пармежан вот смотрите он прям меленький и поэтому знаете я точно не могу сказать как долго они меня будут духовке я вам скажу сколько у меня просидели потому что действительно зависит от того какой сыр например это там уж другой отдел такой который как на терке натертый он подольше сидел у меня в духовке вот такие вот лепешечки и все сейчас как духовка нагреется у меня на 350 а по российским меркам это 180 и все и поставлю духовку и потом я вам скажу сколько просидели смотрите как смотрится прошло 6 минут сейчас я их лопаточкой буду подсаживать и перевешивать меня так я приготовила и буду так сейчас перекидывать покажу вам как я делаю ну вот смотрите как смотрится и часто они будут остывать и будет у них такая вот форма держаться так вот ну вот и все пусть пока стыну то я придумаю начиночку смотрите какие хорошенькие форму держит прям отлично вот так вот это немножко только слишком как будто закрытая а так прям замечательно ну вот смотрите что я приготовил меня тут рыбку на последний кусочек который тела пья делала сыром с промежа как раз надо такой сырникой хорошо вот авокадо лучок нет немножко помидорка и вот тут оругло я с маслом подсолнечным маленько посолила вот так сейчас буду собирать вот прям руками как мы обычно делаем вот так руками просто я зайти телефон держу так немножко руку ну что сейчас следующее о сметанку наверно еще надо будет так помидорку немножко лучок вот так прям немножечко несколько кусочков рыбки несколько кусочков авокадо у меня авокадо еще есть если что я добавлю сейчас вот смотрите какой диетической смотрите красиво как диетическое даже сметану не на потому что считаешь сыр тут нормально такой вот я сейчас все приготовлю вам покажу как будет смотреть тоже ну как бы собранный смотрите я решила только четыре то что я думаю я надеемся вы дать вам поближе покажу и вот так вот слоями все сложила и вот так вот я думаю должно быть очень вкусно считай столько разного вкуса и помидорка тебе и лучок там и оругало и рыбка и авокадо ну все мои дорогие буду ужинать всего хорошего пока пока